Почти месяц российские школьники осваивают дистанционное обучение, готовятся к экзаменам и выполняют домашние задания, не отходя от компьютеров. Наш корреспондент Анна Троян окунулась в мир виртуального обучения вместе с люберецкими учениками. Так начинаются дистанционные уроки у ребят из 4-го Д-класса. Любимое развлечение детей 21-го века теперь неотъемлемая часть обучения в режиме самоизоляции. Под современные реалии пришлось подстроиться и учителям. Им пришлось освоить IT-технологии, чтобы увлечь учеников и доходчиво объяснить материал, не отставая от программы. Думаешь, школьники совсем перестали учиться? В режиме онлайн грызть гранит науки – то еще развлечение. Дистанционное обучение позволяет не понизить успеваемость ребят и дает возможность учителям контролировать выполнение классных и домашних заданий. Пусть нежная бабень полуденной природы, где день душистей красновелечивой воды, улыбку первую приветствую весны, сын пасмурных небес полуночной страны. Читать стихи перед камерой смартфона уже в порядке вещей. А детскую энергию школьники выплескивают на зарядке между уроками. Сейчас к доске, конечно, никто не вызовет, однако ответить на вопрос учителя все равно надо быстро. Какая роль значит? Гарри Козлова? Как бы увлекательно не было онлайн-обучения, обеим сторонам образовательного процесса стало гораздо тяжелее заниматься привычным делом. Учителя жалуются на то, что у школьников нет полного осознания присутствия на уроке. Очень сложно, особенно детей младших классов, собрать. Нужно приучить их, чтобы они работали с выключенным микрофоном, чтобы они слушали учителя, чтобы они друг друга научились слушать. С нетерпением ждут перехода в привычное русло и сами ребята. Ученики гимназии «Интерес» поделились этим на дистанционном классном часе. Ведь сидя дома пропадает один из самых главных аспектов – ничего не заменит живого общения. Больше всего мне за время самоизоляции не хватало общения с моими друзьями. И лично тоже очень много вопросов. Прям вот уйма, мне кажется. Понятно. Миша? Я бы, наверное, с нетерпением ждал бы физкультуры, потому что я уже устал сидеть дома и хочется уже немного подвигаться. Несмотря ни на что, в условиях дня сегодняшнего можно увидеть и положительные стороны. За время самоизоляции мы успеем хорошенько соскучиться друг по другу и научимся радоваться мелочам обычной жизни.